Ты сломана! Ты сломана! Ты сломана! Ты сломана! Осталось выяснить, кто нас здесь запер и зачем. Да понятно кто. Мегамать это огромная тухлая рыба. Она все хочет вернуть своих правнуков, а мы их всех грохнули. Вообще-то не всех, восьмой А. На самом деле все аномалии живы. Ты как сюда попал, малыш? Ребята, я тут! Они что, меня не слышат? Алло, я здесь! А что ты здесь делаешь, девочка? Ха-ха-ха! Скромник! Стоп, а почему ты на меня смотришь, а я тебя не убиваю? Ну потому что я и белый маг, и темный маг, и агент SCP, и агент ФСВ, поэтому на меня не действует твое заклятие. Кстати, а сам ты здесь что делаешь? Я не могу в свой домик попасть, там эти люди сидят, и проход заблокирован, так что я теперь бомж. Подожди, а почему все твои одноклассники там, а ты тут? Ну короче, мы 40 лет жили в юрском периоде, там мы встретили мегамать. Она нам сказала, что нам нужно срочно возвращать все аномалии, а для этого мы должны были найти травертиновый источник и совершить обряд. Катя должна была попить воды из источника, а потом, когда она уснет, мы должны были зажарить ее и съесть. Но когда Катя попила воды, ничего не произошло, поэтому все решили попить из этого источника, потому что очень устали с дороги. Вскоре мы заснули, когда проснулись были уже в своем времени. Там нас нашла мегамать, она очень разозлилась, потому что все пошло не по ее плану, и заперла их всех здесь. Да, то, что прабабка вернулась, это плохо. Дело в том, что я за это время тоже стал добрым, я не хочу никого пугать, уничтожать, я хочу бегать по полянкам и собирать цветочки. Мегамать явно что-то задумала, и если у нее все получится, то мне снова придется становиться злым и кровожадным, и всех убивать. Ну а тогда почему ты здесь, а не вместе со своими братьями и сестрами в юрском периоде? Потому что я на них обиделся, они сами туда сбежали, а меня не позвали, бросили меня здесь одного. Бедный я, бедный, и несчастный, и никому не нужный. Так, все, хватит ныть, давай думать, как спасать ребят. Для того, чтобы всех вытащить оттуда, нужно найти клад. Класс. Ну и где нам его искать без карт, это невозможно. Ну если ты агент SCP, то у тебя в телефоне в базе данных должны быть координаты клада. Точно! А че за клад-то? Это универсальный пульт, который может открыть любые двери, который может работать как портал, и только он может разрушить пространственные аномалии. Тогда отчего мы ждем? Ага, 300 шагов на север, потом 10 метров прямо, повернуться на восток, и клад будет лежать под большим деревом. Подождите, с нами еще Тимофея нету! Где он? О, с нами много кого нет. Наверное, он тоже в другом мире запертый. И что же делать? Где его искать? Его нужно спасти! Ну вообще-то, его бандит в ювский период отправил вас спасать. А потом картон-доги эти пришли, и меня этого... того. Блин, Тимофей там, я здесь, в фонде SCP, из которого нет выхода. Ой, додался тебе-то Тимофей, найдется, не переживай. Подождите, если мы снова в фонде SCP, то это, получается, мы опять персонал класса D? Что еще за персонал класса D? Ну, это расходный материал, на котором могут ставить опыты, или скармливать аномалиям. Жесть, зачем мы только с вами связались? Подождите, а как в прошлый раз мы выбрались отсюда? Так мы и не выбрались. Это была ловушка Беатрисы, на нас тогда чумной доктор напал. Но тогда мы не были ограждены этим силовым полем. Слушай, Коржик, а может мы с помощью коржачьей магии переместимся отсюда и будем искать всех остальных? Не, не вариант. После того, как мы разум захватили, у меня совсем не осталось сил. Да и вокруг фонда сильнейшая пространственная аномалия. Сквозь нее можно пройти только с помощью специального пульта, но он спрятан далеко отсюда. Эх, походу мы обречены. Ну, мы пришли. А ты уверена? Ну, я четко следовала координатам, которые были у меня в базе данных. А вот, кстати, и большое дерево. Поп-ит? Серьезно? Какой еще поп-ит? Это мощнейший артефакт. Он и есть тот самый универсальный пульт, который мы искали. Да. Самый мощный артефакт можно купить в любом магазине за 300 рублей. Ладно, допустим. А как им пользоваться? Ну, у него есть множество комбинаций. А ты помнишь комбинацию, чтобы убрать силовое поле возле твоего дома? Или сделать так, чтобы хотя бы нас увидели? Не, не помню. Зашибись. Ладно, что-нибудь придумаю. Тимофей, ты где был? И как вообще здесь оказался? Бандит отправил меня в юрский период, чтобы вас спасти, но я вас там не нашел. Взотам я встретил аномалии, которые почему-то внезапно стали добрыми. Они рассказали про свою прабабку и про то, что вы вернулись в свое время. Мне дали координаты и сказали, что здесь спрятан какой-то универсальный пульт. Я пришел, нашел пульт, ввел какую-то рандомную комбинацию и оказался здесь. Капец, мы сюжет завернули. Про этот попытный рассказал Скромник. Кстати, поздоровайся. О, привет, Скромник. Бедный я, бедный, меня никто не боится. Привет, Тимофей. Прикинь, перед тем, как оказаться здесь, я побывала в реальности, где власть над людьми захватили роботы. Да уж, видимо, мы никогда спокойно жить не будем. Что ж, хорошо провели экскурсию. Ага, надеюсь, ребятам понравилось. Фух, вроде оторвались. Ну все, больше не надо притворяться. Ты заметил, где исчезла Ева? Да, она бежала и исчезла в портале между деревьями. Вон там. Нам надо тоже попробовать там пробежать. Ага, надеюсь, портал сработает. Нам надо найти настоящий восьмой А, а не их роботов. Ага, это хорошо, что мы смогли изобразить из себя роботов. А то бы они решили нас починить и разобрали. Мир роботов, мир роботов. Что-то мне это напоминает. Я вспомнил, когда мы были учителями SCP, в инструкции было написано о зоне роботов. Это же одна из аномалий SCP. А это же значит что? Что мы в зоне фонда. Все, срочно прыгаем в портал, где исчезла Ева. Осторожнее, это роботы. Они меня чуть не грохнули сегодня. Да тихо ты, тихо. Не роботы мы. Стоп. Как не роботы? Да вот так. Нам пришлось притвориться учителями роботами. Ну тогда почему вы никак не отреагировали, когда я к вам подбежала? Ну откуда мы знали, что ты настоящая Ева, а не клон, которому роботы взломали мозг? Так, рассказывайте, что у вас тут происходит. Кстати, скромник, привет. Да, да, скромняга, привет. Да что же это такое? Я могучая аномалия, убивающая всех, кто на меня посмотрит. А вы вообще меня не боитесь? Так, а ну цыц, а то я сейчас себе зеркало покажу. Ты увидишь свое отражение и сам себя грохнешь. И меня все обижают. Так, Тимофей, а ты как тут очутился? Долгая история. Я был в южном периоде и хотел вас спасти, а потом вернулся сюда с помощью этого пульта. Сейчас все наши находятся в домике скромника, но не все окружены силовым полем. Этот пульт вроде бы может его отключить, но только мы не знаем комбинацию. Зашибись. Универсальный пульт SCP, обычный попыт? Это ужасный сильный артефакт, и он может обидеться, если вы будете называть его попытом. Ты посмотри, какие мы стали все обидчивые. Так, ладно, пойдемте все к домику скромника, нам надо спасать наших ребят. Так, нам только лишь осталось подобрать верную комбинацию. Кажется, я знаю одну, но для этого нам потребуется помощь подписчиков. Друзья, вы должны три раза нажать на лайк. Чем будет больше лайков под этой серией, тем больше шансов у нас спасти восьмой А. А что, если лайков не хватит? Тогда случится непоправимое. Ребята, вы все слышали? Вам нужно три раза подряд нажать на лайк, тогда все получится. Дай-ка сюда. Итак, я набираю комбинацию. Блин, кажется, лайков не хватает. Ребята, нажмите, пожалуйста, на лайк, не ленитесь, от этого зависит наша жизнь. А если вот так? Смотрите, там младший человек, он нас спас. Защитное поле исчезло. Коржик, а ты здесь как ощутился? У нас получилось. Ура! Стоп! Что-то здесь не так. Попыт очень сильно нагрелся. Ура! 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 Субтитры сделал DimaTorzok